Ограничения в физических и интеллектуальных возможностях не должны становиться помехой для обучения. На заседании регионального правительства обсудили вопрос образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашем регионе проживает порядка 6 тысяч детей с инвалидностью. Это 4% от всех несовершеннолетних, получающих образование. В зависимости от заболевания, такие ребята обучаются на дому, в коррекционных учреждениях или обычных школах, получая так называемое инклюзивное образование. Инклюзивное образование в России появилось лишь в 80-е и 90-е годы XX века, а сеть коррекционных учреждений развивается по России с начала XIX века. Естественно, опыт и результат обучения и социализации детей в коррекционной сети более, скажем так, явно представлен. А в инклюзии, в инклюзивном образовании нам еще предстоит решать много проблем, чтобы это образование давало хороший результат. Инклюзивное интегрированное образование – это обучение детей с особенными потребностями наравне с другими здоровыми школьниками. Некоторые родители переживают, что такие особенные одноклассники тормозят образовательный процесс. Мы предлагаем департаменту образования рекомендовать общеобразовательным организациям выделить специальное направление в воспитательной работе школы, классов, нацеленное на формирование у детей и взрослых представление об инвалидности. Не в рамках медицинской модели, как недуга, заболевания, патологии, а в рамках социальной модели, которая, конечно, не исключает медицинскую, но дополняет ее. На базе Ивановской школы номер 2 открыт ресурсный центр дистанционного обучения домшкола.ру. На базе этого учреждения учатся 38 ребят и только 3 человека на базе других. Но все же большинство ребят обучается в обычных школах. Там созданы специальные условия для образования детей с учетом категории заболевания. За последние годы на монтаж пандусов, ремонт, покупку специального оборудования в Иванове из бюджета всех уровней потрачено более 30 миллионов рублей. В 2012-2014 годах доступная среда была создана в 15 школах города, что составляет 28% общеобразовательных организаций. Учреждений для обучения детей инвалидов в регионе достаточно, а вот специалистов узкого профиля, например, тифлопедагогов, дефектологов не хватает. Да и на величине зарплаты работа с особенными детьми не отражается. Мы предлагаем в каждом образовательном учреждении, реализующем инклюзивное обучение, предусматривать в критериях эффективности деятельности педагогов стимулирующие выплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Решить вопрос не только со стимулирующими, но и компенсационными выплатами для педагогов предложил профильному департаменту губернатор Павел Коньков. Работа с особенными детьми требует особенных усилий и нестандартного подхода. А значит и оплачиваться такой труд должен несколько иначе.